Когда ученики приходят, рассказывают Господу о великой радости. Потрясение учеников было неописуемое, что слушаются их бесы. Силы, которым равных нет на земле. Это только на небе ангелы управились с ними. И они, конечно, уже знали, что Господь ответит. «Эту силу дал я вам. Бесы коварные существа, они восстали против Бога. На них управы никакой нету, они всем миром обладают. И вам, единственным моим любимым ученикам, дана такая власть». И вы это ощутили? Они ждали примерно такой ответ. А Господь говорит, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Однако, что Бог говорит, не радуйтесь, что духи вам повинуются. Чего они не ожидали, так вот этого, видимо. Оказывается, есть та радость, которую они ни разу не высказали Господу открыто. Господи, мы так рады, что наши имена записаны на небесах. Вот мы-то понимаем, что ходим сюда верующими. Я каждый раз думаю, ну вот я прочистил их, потому что пошли они очищенные. Вот в окно смотрю, ну мои очищенные пришли. А ведь самое-то главное, что имена наши на небе записаны. Все остальное, что успех, что наладили мы отношения в семье, другая жизнь, осмысленная, великая цель перед нами стоит. В конечном счете это все выразится в нашем имени. Как тебя звать? Вот мы говорим, важно фамилия, и фамилия звучит. Нет фамилии в Слове Божьем. И общество редко встречается. А имя? И первые люди это понимали. Они говорят, сделаем себе имя. Башню когда строили. Вот попытка-то была где? А оказывается имя можно строить, и ничего не строить. А только смиряться идти путем Господним. Господи, Ты дал мне звание великое-великое христианин. Переписал на свою фамилию. Христианин. Вот этим званием надо дорожить и быть им довольным. Где у нас радость? Я решил посмотреть. Сколько же радости у людей на земле. Сдал экзамен, мы же этому радуемся. Ну вспомните, когда кто поступал, где-то учился. Да какой это экзамен-то? В конечном счете, имя наше записано где-то. Вот сдадим мой экзамен в смертный час перед Господом. Перейдем на другое. И наше имя там, в абитуриентах, имен будет записано или нет? И как-то оно высветится особо, мое имя. Хотя там таких, может, имен тысячи будут. Но я сразу узнаю, что это мое имя. Радуйтесь этому. Вот там какая-то книга на небе есть. Никому она недоступная. Никто эту книгу сам открыть не может. Записать все не может. Ни по блату, ни за деньги. Там не получишь так, что за счетку по 500 рублей кладут. Сейчас у профессора-то там, а он отметку выставляет. Всей жизнью надо доказать, что отметка эта ставится тобой. А мы все время, каждый день ставим печать. И печать та, что мы его дети, мы запечатлены Духом Святым. Радуйтесь этому. Чтобы эта радость была видна, с кем бы ты ни встретился. А мы знаем, Господь умер за нас. Как Он нас любит. И нас, падших, отверженных, Он усвоил. И имена наши записал на небесах. Серафов говорит, ну мы радуемся, когда человек рождается, поздравляем. А он говорит так, 41 глава, 5 стих. О, смерть, отраден твой приговор человека, нуждающегося. И изнемогающего в силах. Когда человек болеет. Вот мы сегодня у такого были, операцию сделали. Я говорю, как ночь прошла, глаз не замкнул. А я интересуюсь, а какая боль режущая. Ну, больше четверти кости вырезали. Искусственно там встали, разворотилось все. Ну и этому конец придет. Через месяц, я говорю, ты по-другому будешь себя чувствовать. Перетерпи. Молись. Отраден смертный приговор. И отраден потому, что невыносимо делается. И надо радоваться, что болезнь тебе, я говорю, дается для исправления. Ты ведь в жизни много грешил. Много. И сегодня дает Господь возможность на земле страданиями осознать это. Отступиться и покаяться. Страданиями искупления не получишь. Страданиями христовыми. А нашими страданиями мы приходим в чувства. И вот какие у нас страдания с ближними, из-за родных, не слушаются. Это все для вразумления. Бог любит нас. И знает, что по-другому никак нельзя. Ну, а как Якова может привести было в чувство? Отца обманул. Вокситил первородство. И ушел спокойно. И больше отца этого не видел. Придет время, та же шкурка, ягнящая кровь будет тебя томить до самой смерти. Любимый сын Иосиф погибнет. И все повторится как будто один к одному. Вот сейчас говорит, у меня дочка была, вот ее обманули. Такой негодяй. Обольстил, обещал жениться, а ее бросил. А я возьми, да с отцом разговаривался. Отец, а ты как в жизни-то жил? У тебя не было? Да было, я тоже девушку бросил. Ну вот тебя Бог в чувство и приводит. Это твои плоды, они растут. Они еще во внуках будут отражаться. Да что это на всех? Нет, не во всех. Те, которые осознали, Господь кровью своей все это сдвигает, расплавляет. Павел говорит, Филипписам 1.21, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Смерть. Смерть поставить точку, что мы приобрели что-то. Смерть это не потеря. У людей так, смерть всего лишился. Богатство, достояние, отдача, звание. Все, ушло. Только воспоминания. А у верующих наоборот. Где ты подавал тайно, жертвовал, молился, недосыпал, за больным ухаживал. А на все это придет в смертный час. Смерть несет приобретение. Смерть покажет плоды. С чем мы предстанем? У пророка Даниила 12 глава 1 стих написано так. Будет время тяжелое, но спасутся те только, которые будут записаны в книге. Упоминание об этой интересной, непонятной, единственной книге в Ветхом Завете неоднократно встречается. Но разъяснение не дается. В Новом Завете она уже, эта книга, вплотную подошла. Когда человек начинает делами своими записываться туда. В книге Исход 32 глава 32 стих. «Любя народ свой, Моисей воскликнул, Господи, если ты так разневался, хочешь истребить выведенный народ из Египта, то и меня вместе с ними истреби. Почему я должен жить? А Господь говорит, кто прогневал меня, тот будет истреблен. Я изглажу того из книги жизни, кто виновен передо мною». Псалмопевец Давид, 68 глава, Псалом 29 стих говорит так. «Да изгладятся они, нечестивые, из книги живых и с праведниками, да не напишутся». Вот какое пожелание дал, что Господи, пусть они не спасутся, пусть их имена там не будут записаны. Мы так молиться не можем. Мы можем молиться, Господи, прости их. Они вообще ничего не понимают, что они делают, бестолковые совершенно. Я говорю, ты жизнь вечную теряешь, а ее и нету. Я говорю, душу погубишь? Какую душу? Здесь один раз живем. Ничего можно сказать. Прости его, Господи, дай ему ума, осознание, что это жизнь временная, короткая, мгновенная, один миг и на той стороне. В Откровении 3 глава 5 стих говорится, кто будет записан. «Внимательно слушайте. Побеждающий облечется в белой одежде, побеждающий грех, сомнения, раздражения, все побеждает. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом и предангелами его». Когда мы одержим победу над скорбями, печалями, невзгодами, мнениями, над всем, что окружает нас, что уводит нас от священного Писания, традиции, предания, мы все победим, чтобы воссияло Слово Божие. Я говорю о тех традициях и преданиях, которые закрывает лифт Божий. Предания есть и божественные, мы разбирали это. Иов 3 глава 19-20 стих говорит так. «Но на что дам страдальцу свет и жизнь огорченному душою, который ждет смерти и нет ее, который вырыл бы ее окотнее, нежели клад?» Вот какая бывает скорбь до изнеможения. И он получил от Бога полное усыновление и прощение, потому что не сказал ничего худого, хотя его подбивала жена. Она знала, что Бог не любит грешников, Бог убивает их, а смерти нет, человек страдает, бывает, руки на себя накладывает. И она может говорить, ты похури Бога, тогда он убьет тебя, страдания прекратятся. Он безумный, говорит ты. Да неужели Бога только за хорошее надо славить? Нужно научиться славить ее в невыносимых страданиях. И помнить, каждая ночь прошла, на одну ночь меньше страдать. Бывает неисцельная болезнь, я же не знаю, может завтра обнаружат рак. Как себя вести будут? Это все время примирять себя. А что я тогда буду говорить? Но и здесь, на смертном одре уже, исходя из этой жизни, нужно дать людям пример, что имя Господне прославляется, а не хулиться. Псалмопевец 9.5 говорит так. Буду хвалиться именем Твоим. 15.9. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, ибо я видел перед собою Господа. Господь говорит, радуйтесь вот чему. Я решил узнать, а где на земле мы можем испытать эту радость, что наши имена записаны. И вот он поясняет через Давида. Оттого возрадовалось сердце мое, что я увидел перед собою Господа. И я понял, что это все от Бога. У меня были молитвы такие, в которых я изнемогал. Я просил, сделай так, Господи. Но добавлял, да будет воля Твоя. И получилось не так, как я хотел. Сегодня я не могу до конца отблагодарить Бога, что не по-моему. Что бы там было? А Бог видел дальше, как это дело пойдет. По самым простым вопросам мы можем найти проявление руки Божьей. При мудрости Соломона 7.12. Господь говорит так. Я даровал всему познание. И Он говорит, что я познал, что при мудрости от Бога. И возрадовался. Что мы имеем, вот это разумение, читаешь в Писании, веришь, это от Тебя. Что сегодня у меня есть желание пойти в храм, это от Тебя. Вот это все на весы того, что будет записано на небе. Сирахов, 16 глава, 1 стих. Не радуйся о сыновьях нечестивых. Много их закончили университеты, живут в достатке. Не радуйся, если они Бога не знают. Радуйся, хотя бы после аварии, обмороженные, побитые, они познают Господа. И Матфея 5.12 говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Когда будут гнать, поносить, вот это все располагает Господа к тому, чтобы записать наши имена на небесах. Мы должны ему уподобиться. Радуйся той радостью, которой радуется Дух Святой. Евангелист Лука 6.23 говорит, и в тот день, судный, возрадуйтесь, потому что так поступали с пророками отцы их. Это речь идет о гонениях. Нигде не прославляется сладкая, теплая, сытая жизнь, в комфорте. Нет такой жизни для христианина. Она может быть, но даже считаешь про святых, и они этим томились. Надевали власяне, сувериги под платье. Вот считаешь про русских книгинь, и только близкие слуги знали, что тело их растирает суверигом. Она выходила, кланялась перед народом, за мужем исполняла работу, осталась за воем, и только ночь открывала, кто видел ее, кто она действительно есть. Жизнь свою надо томить. Вот мне в другой раз сочувствовать, да как вахты, у вас вы можете в холоде. Да не в большом холоде, люди-то совсем на морозе. Ну я до 14 градусов дойду, какой это мороз-то? А ведь настоящий-то мороз, люди, когда выброшены, замерзают. И они славят Бога. Надо каждый раз смотреть, ну все ли у меня так есть, нет никаких излишков. В первом послании апостол Петр, 1-6 стих говорит, «А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, когда какие-то испытания, Бог допускает гонения, несправедливое обвинение, порадуйтесь». И 4-13, дабы в явление славы его возрадоваться. Явлением славы называют пришествие Христа на облаках с великой славой и честью. И вот тогда возрадуются те, которые будут взяты на небо, которые будут восхищены со Христом, и имена их там будут проверены. Да есть такое песнопение, и у нас оно, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Ну мы не знаем так, это у сектанта так, они знают. А мы просим, быть бы нам там, Господи, когда ты будешь называть имена, чтобы мое имя там было. В первом послании Фессалоникийцам 5.16 апостол дает нам заповедь, наставление, короткое, всегда радуйтесь. Вот нужно научиться помогать друг другу вот этим словом. У меня великая печаль. А ты считал первое Фессалоникийцам, написано, всегда радуйтесь. А у меня несчастье, пожар был. Но ты считал, что всегда радуйтесь. Господь лишнее убирает, чтобы легче было. Ты это не жалей, с дымом ушло все на небо, я немало-то не сомневаюсь. Что бы ни случилось, радуйся. Мне пришлось читать про одного язычника, когда он получал награду, как сенатор. И в это время с поля боя прибежал посыльный, и к нему подошел, а он венок держит надевать. И говорит, сын твой погиб на фронте. Он сразу снял венок, и говорит, а какой? Ему говорят, старший, любимый твой. А я знал, что он смертный у меня. И опять венок надел на себя. Я и знал, что ты меня... Ну мы же знали, что он смертный-то. Только не в наше время. Поэтому призови на помощь благоразумие, и не скажи ничего худого. Где Бог? Куда Он смотрит? Потому так, что Он смотрит, Он наблюдает за нами. Чтобы наши имена были написаны в той вечной книге жизни. Но при том в эту книгу записанной может быть и сглажен. Если я тебе обещал Царство Небесное, а ты отступишь от правды, Господь говорит, ты сглажен и вспоминал. Да не случится этого с нами. Но чтобы имя наше, записанное во Святом Крещении, засияло светом неизреченным, в судный день, когда придет Господь, это будет наша высшая награда и радость. Аминь. Аминь. Аминь.